Неполученная пенсия стала яблоком раздора между двумя ранее судимыми жителями Коми. Леонид Белкин из Емвы обжалует приговор Книжпогорского суда, который признал его виновным в причинении смертельных травм 60-летнему мужчине. Молодой человек полностью отрицает свою причастность к преступлению. Кого он считает виновным, выясняла Анна Зубарева. Роковая ссора между мужчинами случилась в ноябре прошлого года в доме по улице Первомайской в Емве. За несколько недель до этих событий общий знакомый привел в эту квартиру постояльца, только что освободившегося из колонии 60-летнего уроженца Усинска. Леонид Белкин гостю поначалу был рад. Ему полагалась пенсия по инвалидности, сулившая безбедное совместное проживание. Вот только с выплатой денег вышла загвоздка. Он должен был пройти медосвидетельствование, подтвердить свою инвалидность, но он этого не сделал. Соответственно, пенсию ему не выплачивали. Но лицо, у которого он проживал, то есть у подозреваемого, думал, что фактически денежные средства он будет получать. И в дальнейшем ему эти денежные средства давать на проживание, совместно распитие алкоголя. Молодой хозяин жаловался друзьям на своего бесполезного, престарелого гостя. Не знал, как выставить того за дверь. После очередного неудачного похода пенсионера на почту, Леонид, находясь в опьянении, поставил вопрос ребром. Он стоял вот тут, подошел. Я ему говорю, все, вали домой. Он говорит, нет, я не пойду, и начал на меня, короче, мурагой. Ну я что, долго не думать, думаю, что мне делать. У себя же дома, не у кого-то. По словам Белкина, он несколько раз ударил квартиранта по лицу, а когда тот упал на пол, несколько раз ударил по груди ногой. Затем пошел спать. Когда через несколько часов он проснулся, мужчина был уже мертв. Позже, уже в ходе средствия, подозреваемый сослался на провалы в памяти и отказался от прежних показаний. По его версии, пожилой мужчина зашел в квартиру с улицы уже в избитом состоянии. И якобы есть даже свидетели на ряд полиции, который приезжал по этому адресу по жалобе соседей. Я считаю, что когда он пришел к нему в таком состоянии, то он также видел сотрудников полиции в подъезде и материровал тем, что, возможно, они знают, либо видели, какой он был избитый и что там происходило. Показания сотрудников полиции подтверждались те же самые, что они видели, как он вместе с потерпевшим заходили в себе в квартиру. Но потерпевший у нас был полностью в виде, без каких-то следов нанесения телесных повреждений и побоев. При осмотре места происшествия криминалисты отодвинули мебель и убрали палас. На полу и стенах они обнаружили пятна крови потерпевшего. Княжпаговский суд признал вину Леонида Белкина и назначил ему 7 лет колонии строгого режима. С приговором он не согласился, а спаривает его в Верховном суде Коми.